Здравствуйте! И конечно же вы догадались, кто сейчас записывает летсплей. Ну да, да, Лайнас. Снова. Итак, на этот раз пишем на Инквизитор. Кто не знает, это уже третий релиз на самом деле. Shadow Man делал Инквизиторов три штуки. Я играл, по-моему, нет, не во все, но во второго, по-моему, не играл, а вот первого нет. В общем, не важно. Третий вроде бы как самый лучший, как я понял. Знаете что, я, наверное, полегче возьму, потому что вроде как уровень сложный, поэтому, чтобы не особо мучиться. Так, и надо сразу отключить дождь. Как-то так. Вообще, конечно же, как уже говорили, непонятно, зачем было делать такой дождь, учитывая, что он тормозит, по-моему, у всех. Никто с ним, по-моему, так и не поиграл. Поэтому, я думаю, что его делать вообще не стоило. Хотя, разве что на вырост. Не знаю. Так, у меня меч есть? Нет. Меч еще предстоит искать. Или топор, нет, меч все-таки. Где его искать, нужно еще найти. Сейчас я только его найду и начну что-нибудь. Ну ладно, комментировать, в принципе, уже можно. Меня радуют свечки вот эти. Потому что меня всегда бесило то, что в оригинальном Думе они не анимированы и смотрятся как вообще непонятно что. Я даже сначала, когда в первый раз в Дум играл, я даже не понял вообще, что это свечка. Я думал, это какие-то патроны что ли, или что-то типа того. Ну, снарядики какие-то. Да, ну вот как всегда у Шадова, как в Чиошах во всяких, у него оформлены всякие вот там кресты и прочее 3D полами. Все очень детально. Ну и, конечно же, подбор текстур хороший. Поэтому я, наверное, не буду повторяться каждый раз. Просто скажу сразу, что набор текстур, конечно же, мне нравится. И, по-моему, он никому не может не понравиться. Вот текстурка знакомая вот эта вот. Да, ну и выглядит, конечно, красиво этот замок. Меня радует то, что здесь не просто забор и просто замок сразу. То есть здесь еще есть внутренний дворик, на который мы хоть и не можем попасть, но вот его видно. То есть мы видим какую-то локацию, в которую пока что попасть нельзя. Ну и, конечно же, хорошо, что вот задний фон тоже проработан. Я вот в последнее время вообще так, когда думаю вот, что мапить, как мапить, ну в последнее-то время я вообще не маплю, но вот когда идеи какие-то появляются, я просто поймал себя на том, что мне хочется сделать, вот, как, я не знаю, в современных играх, наверное, хотя я в них не очень играю, поэтому я могу заявлять со всей ответственностью. Ну, в общем, я хочу делать не как вот в Думе, не какие-то вот маленькие локации, которые красивы сами по себе, а мне хочется делать, пускай и простенькие вот локации, но чтобы вот на заднем фоне было что-то там красивое, такое величественное, может быть даже. Так, каждый раз надо отключать, что ли, этот дождь. Допустим, если делаешь город, то вот сделать, скажем, улочку, да, пускай небольшую, пускай она будет не очень такая открытая в плане исследования, но на заднем фоне, чтобы был там город реальный. В принципе, частично я это воплотил вот в овердозе, в стилл1 комплекс. Так, отдыхай ты уже. Там, как вы помните, в овердозе там можно было видеть с берега город, а в комплексе, что там было-то, а, ну башню вот, допустим. Там еще сначала карты их видно. Так, ну и где меч-то, е-мое. Ну, ладно. Касательно самого летсплея, я уже смотрел летсплей на эту карту от Скалодина, поэтому нельзя говорить, что это прям мои первые самые впечатления. Честно сказать, я такие вады вообще не очень люблю, но... как-то вот захотелось записать, вот попробовать, как оно играется именно. Вот. Вот, наконец-то я ее нашел. Зашибись, у меня опять холсов и... Безусловно, неприятно то, что меч работает не сразу по нажатию кнопки, а какое-то время требуется на замах. Это немного сбивает с толку, к этому нужно привыкать. Это как бы делает игру не такой комфортной, как хотелось бы. Учитывая то, что вад, вообще говоря, сложный сам по себе, ну, хотя бы потому, что там... О, деревья ломаются. Что я говорил-то? Учитывая то, что здесь вообще большую часть вада придется проходить с мечом, это уже сложно. Ну, то, что меч срабатывает не сразу, это уже особенная неприятность, игра становится просто некомфортной. Так, ну, надеюсь, что сейчас-то я их завалю. Сразу после этого можно будет сохраниться. Я давно и не играл, поэтому сохраняться у меня еще не вошло в привычку. Как, впрочем, и вообще скилл меня немножко поплохел. Ну, практики давно не было, так что... Кстати, я почитал мануал, который писал Джей Крашер. Не знаю, сам он его писал, или по словам Шадова потом просто оформлял, не знаю. Но суть не в этом. Суть в том, что, несмотря на то, что я его прочитал, я так и не смог запомнить все вот эти вот предметы и прочее. То есть, проще говоря, мне до сих пор слабо понятно, какой эликсир, что делает и так далее. Конечно, хорошо, когда предметы заменены, но... Это немножко, вот опять-таки, некомфортно играть, когда не знаешь, что ты берешь, как оно действует. Вот зеленый эликсир. Я помню, что это что-то вроде невидимости или... Нет, не невидимость. Это... По-моему, это какой-то яд или что-то типа того, чтобы в роде не атаковали. А вот это, по-моему, невидимость. Не знаю, не знаю. Так, сначала все соберем, потом его возьмем. Ну, вот щит, это, по-моему, броня. Да, действительно. ФПС, конечно, ну, не очень плохой, но вот так, не очень приятный, я бы сказал. Но это, конечно же, даже не сам ВАД, а ФРАПС. Все-таки он тоже кушает неплохо ресурсы. Тем более, что я записываю в HD. Да, действительно, по-моему, эта маска делает меня невидимым. Частично. Так, ну что, полезли? Кстати, хоть я и сказал, что я... Ах, да, у меня же стоит бесконечная высота. Хоть я и смотрел летсплей с Каладина, но я это смотрел уже давно, и не шибко-то и запомнил, что там было как, поэтому... Собственно говоря... Заперто. Многого не знаю. А точнее, не помню. А, вот мне знали все убить. И что будет дальше? Дальше, конечно же, полезут уроды. Нет, только один урод. Я помню по летсплей с Каладина, что тут будет момент, когда много их полезет. Сразу. Также я помню, что... Вот это вот как-то открывается. А как... Этого я не помню. К большому моему сожалению. Да, ну что можно сказать? Небо, конечно же, красивое. Но не знаю, мне кажется, текстурку на задний план можно было взять другую. Вернее, даже как бы не саму текстуру, а просто качество, я думаю, стоило бы получше сделать. Ну, то есть, какую-нибудь в высоком разрешении текстуру нужно было повесить на небо. Заперто. Кстати, мне интересно, вот релиз на ДВ. Он включал в себя английскую озвучку вот этих вот фраз, типа заперто и все такое. Так, ну, видимо, насуждено никуда попасть. Что сказал этот чувак, сейчас я не услышал. Ага, вот этот газ, который на время делает врагов не шибко умными. Так, что мы сделаем? Сделаем вот это. И мы сделаем вот это. А еще мы сделаем вот это. Да, зря я это сделал, конечно. Вот я помню, что здесь кто-то стрелял, поэтому взял невидимость сейчас. Вот черт. Да, наверное, без прицела тут сложно будет, поэтому я его, пожалуй, включу. Так, а вспомнить бы, где вообще он настраивается. Ну, вот так, нет, тут нет. Плеер. Тоже нет. Геймплей. Вряд ли. А, вот. Тут сойдет. Какие звуки-то издают эти женщины. Жаль, только спрайты у них не привлекательны. Так, что у нас там еще-то есть? А, у нас ничего не нет. Ну, ладно. Вот здесь-то мне пригодился бы фафель. Да, хорошо, конечно, когда освещение вот так мигает по-всякому. Я еще помню, в возле таких есть специальные объекты, которые так сверкают. Да, темно, конечно, вообще. И похоже, что я не прогадал, когда использовал уровень сложности второй. Потому что не очень-то это все и легко, действительно. Люблю такие вещи, когда нужно там ломать все эти горшки и все такое, чтобы собрать какие-то предметы. То есть, когда они не просто лежат, а нужно их как-то еще добывать. Казалось бы, что это вообще дает. Но это всегда разнообразит немножко игру. Даже не то, что разнообразит, а просто делает ее более интересной, что ли. Хотя, конечно, здесь важно не переусердствовать. Когда каждый предмет нужно как-то добывать не очень удобным способом, то это превращается в пытку. Где же это было-то? Это было в игре Bugs Bunny Crazy Castle для, по-моему, Дейм Боя или для чего-то там еще. Какая-то там третья часть, по-моему. Ну, это Angry Video Game Nerd еще. Играл в нее и говорил про это. То есть, в первой части там достаточно было просто поднять предмет. А в третий там нужно было заходить в комнату, там открывать сундук, потом ждать, пока из этого сундука что-то выпадет. И только потом это можно взять. Это, конечно же, совсем неприятно. Ну, вот ломать гашки и просто брать предметы, это, конечно, приятно. Так, ну и что дальше-то? Даппер. Я знаю, что заперто. С другой стороны, что-то тогда тыкаешься, да? Хм. У меня действительно сейчас пока нет идей вообще, что делать. Здесь я везде был. Там врата не открылись. Я думал, что здесь будет дыра какая-нибудь в потолке. Как это было в Чиошах. Но нет. Кстати говоря, лесенка очень хорошо сделана, да? Так даже вот и не подумаешь там о каких-то тлидой полах. Кажется, что она вот просто моделька. Так, ладно, я помню, что скал-1 куда-то сюда заходил, что-то тут было. А, точно, здесь какой-то рычаг был. Или типа того. Сейчас будем искать. Вот он. Я думаю, что если бы я не смотрел лес-кал-1, я бы фиг его нашел в такой темноте. Так, ну подождите. Я открыл, и что дальше? Это мне вообще что-то дало? Видимо, нет. Хорошо, пойдем сюда. Тут наверняка такое же. Здесь их нет. Здесь. Вот, действительно. Вот эта локация красивая, конечно. Она мне, знаете, напоминает Hellfire. Да, по-моему, Hellfire это был. Только не помню, какое имя. По-моему, самое первое. Там была очень похожая локация. Ну, вдохнул. Э, козел, ты же не должен меня атаковать. Странно, почему газ-то не подействует? Блин. Он меня кушает? Не плохо. Зашибись. Вдохнул? Вдохни полной грудью, сынок. Ну, еще не в ней. Офигенная шмаль, отвечаю. Тебе тоже что-то нужно? Ну, ты, конечно, лох вообще. Самый из тем, кого я только что завалил, так что вообще не любишься. Запер. Так, это, по-моему, открывается, да? Нет, нифига не открывается. Вот это открывается. Хм. Знак знакомый. Я не помню, где я его увидел. Я не помню, что он означает. А вот это прикольно. Смерть на коне. А, это же это. Четвертый всадник Апокалипсиса, точно. Нет, не четвертый. По-моему, третий. Да, сначала с мечом, по-моему, потом с луком, потом с весами, и, наконец, смерть. Это, по-моему, третий как раз всадник Апокалипсиса. Да, шадов, конечно, не может без скрытого смысла или символизма делать воду, но это хорошо. Хотя, может быть, никакого смысла здесь и не было. Может, это просто я что-то подумал. Не то. Так, ладно. Зараза. Судак, да вы обалдели. Нет, все-таки я не ошибся насчет этих всадников. Сейчас покажу, если вы еще не заметили. Вот урод. Вот. Блин. Нет, не вот. засада-то, а. Мне этот антураж, ну, конечно же, каждому напоминает свою игру, вот вообще антураж в целом, в зависимости от того, кто во что играл. Поскольку этот антураж, как бы, не слишком, не слишком оригинальный. Но лично мне он напоминает почему-то игру The Story of Thor, Beyond Oasis и как-то там еще. У нее три названия цели. Она была на Mega Drive и Genesis. Ну, это одна и та же платформа, если кто знает, из местных. Я думаю, что многие. Так, вот что я хотел сказать. Видите? Вот и второй всадник. Видимо, я еще двух найду где-то. Так, и что, как подняться-то? Или я не могу подняться, пока его не убью? Эй! Ты вообще меня не попагу или как? Ну, где это уродище? Вот что нужно сделать. Ай! Я тоже так умею, козел. Где ты? Козел. Чую. Пфу! Пфу! Похоже, что из меня не слишком хороший боец в фэнтези мира, в мире дума как-то я получен Тупольный пролом Так, похоже, так не получится А, точно, он же снизу, я могу вот что сделать Кстати, вот эти вещички, которые я только что поднял Я думал, что это фахелы на самом деле Вот оказались стрелы Все, ну конечно, наконец-то я его убил Надо вылечиться Так, ты вот, козявка, вообще не мешаешь Я только что убил одного нехорошего субъекта А ты мне совсем так вообще, малый, Николич Автосейв, это хорошо, когда автор делает автосейвы Особенно в таких вадах Да, ну, выглядит все это и красиво, и реалистично За что уважаю, когда умеют сделать и реалистично, и чтобы оно неплохо игралось Хотя, в принципе, реалистичная диаметрия по определению не очень интересная Но для такого вада, я думаю, сойдет Да, люстры, конечно, здесь очень в тему Так, я не помню, тут открывается Заперто? Нет, заперто Ну что ж, пойдем дальше А вот это был факел, да? Нет, это тоже был не факел Вот я даже наловчился мечом орудовать Так, я взял красный ключ-карту, видимо Так, связный Блин Там импасибл стоит Это нечестно До той простой причине, что я хотел вот так проскакать вон до той херни Нет, это вообще херня, это не значок Я думаю, что это какой-то предмет Это казалось, какая-то летучая тварь Мне меня не победить Ой, ой, ты уже сдулся, что ли? А я думаю, поводи О, красиво, вот это было здорово Оказывается, зомби могут сгореть красивым эффектом От снарядов своих же Такое-то чмо мне совершенно не нравится Ай Ну, наконец-то сдох Так, и пока что я сюда не войду А где эта птичка-то вообще? Она умерла, что ли? Кстати, тут что-нибудь открылось? Так, пусти ты не могу Мерзкое делье Нет, здесь пока ничего не открылось Ну что ж Погнали Here we go Темно и страшно Нет, только не лабиринты Только не снова лабиринты Шадов пощади Я этого накушался в Чиоши А потом в Хорусе Вот эта вот лесенка Очень похожа на то, что мы видели В Чиошах Да не только в Чиошах А и в Хеллфайр это было И в Хорусе в том же И, по-моему, даже в Кабале Понял, понял Эй А, ты все, что ли? Забавный глюк Ну, то есть не глюк Ну, понял Где это я вообще? А, это я в старт Ну, в приходе, короче Так Стесняюсь спросить Куда мне идти Сюда или сюда? Что у нас здесь вообще? А, так здесь я был Ну, что ж, окей Заперто Здесь все еще заперто А я прочитал сообщение Что я здесь что-то открыл Кстати Очень неприятно Что персонаж у нас Умеет говорить Ртом По-русски Заперто Такая важная информация А вот действительно важная информация Эээ О том, что Что-то там открылось Или так Или Тип того Это У нас на английском сообщении Выводится Это не есть гуд Так, ладно Входим сюда Вот Входные двери Открыты Это я понял Но Все равно Это как бы Неприятно Что На английском Этот текст Выводится Этот В то время Как Герой умеет Говорить По-русски Ха-ха Эй Ты что падать не собираешься Туда Вот урод Странно, что огонь не гонит По идее Как это Шар Вернее не шар А комок В который свернулся Этот Птиц Ну Горгулья То есть По идее Из него огонь должен Гореть А не быть статичным Факин Ну ты мне пригодишься Я думаю Я не понимаю А что Такого 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 Ладно Сейчас Разберусь С этими Нежелательными Личностями Что собственно Говоря Такого Нашли В этих Спрайтах ДВшники Так Ну Понятное дело Сиски Я так понимаю За бугром Я конечно же помню Откуда Что означают Эти спрайты Я не буду повторяться Повторять Вернее За шадовом Не знаю По моему Вполне Подходит Это все И создает Должный Должный Антураж То есть Какой-то Тут замок Такой Не шибко Дружелюбный И по моему Вполне Логично Что здесь Там висят Трупы И все Такое Что-то Там Люди Говорили Про дискриминацию Я не понимаю К чему Это Ой Это что А Это поле Объект Да Так вот Что там Люди А Люди Говорили Про дискриминацию Но Повешенные Женщины Это как-то Нехорошо Собственно Говоря А чем Они отличаются От мужчин По-моему Это и есть Равенство Разве нет Если мы Видим В играх Пытки Мужчин Так почему Мы не можем Видеть Пытки Женщин Мы же равны Разве нет Так Для меня Только что Дошло Как туда Попасть Как же Я сразу Не догадался Кстати говоря Вот этот довод Который я то что Сказал Это Чаще всего Использующийся По-моему Для троллинга Этих Феминисток И Просто Странных Личностей В любом случае Мне все это По большому Та счету По барабану Пока это Меня не касается Конечно Так Как отсюда Выбраться Вот Но Просто Мне немножко Огорчает Что люди Как-то Странно Относятся К творчеству Shadow Man Поскольку Я не вижу В этом Ничего плохого Ну да То есть То что Женщины Действительно Вот единственный Серьезный довод Который Высказали На ДВ Это то Что Здесь то У нас Маленькие Спрайты И На них В общем то Ничего не видно Такого Golden Key У меня Есть же Golden Key А Вот О чем Я говорил О том Что Эти Спрайты Были Большие Которые Я то что Видел Спрайты Женщин Действительно Они В высоком Разрешении И Детальные А значит Там Видно Весь Срам А Срам Это Срам Действительно Его Можно Помечать 18 Плюс Хотя Я не знаю Мне кажется Сейчас Вот даже Ребенок Мне кажется Вот все Это Видит По телевизору В гораздо Более Больших Количествах И в более Извращенных Формах Нужен ключ Нужен ключ Причем Я говорю Не о том Что он Словит Какие то Не очень Хорошие Передачи А просто У нас Видимо В обществе Как то Уже так Сложилось Что Пошлость Разврат И все Такое Вообще Некоторые Даже Запретные Темы Они Проникают В Вполне Обычные Произведения Если так Можно выразить Ну В обычную Культурную Жизнь Скажем так То есть Даже Если Ты смотришь Простой Фильм Для Всей Семьи То В нем Может быть Что-то Такое Чего В общем-то И детям Да и В принципе Взрослым Тоже Может быть Не хотелось Быть Детям То Может быть Хотелось Но Им Как бы Не Следует А Взрослым Просто Многим Неприятно Многим Просто Не хочется Не Не хотят Видеть В Каком-то Фильме Допустим В комедии Какие-то Не Очень Приятные Вещи Так Почему Мы так Тормозим То Слайдшоу Какое-то Началось Вот Ну Касательно Того Что я Сказал Я думаю Что это Действительно Неправильно То Что У нас Многое Проникает Не туда Куда Нужно Я даже Не знаю Как относиться В принципе К этим Спрайтам Нет Не к этим А Кстати Что тут Изображено Я не понимаю Мясо Что Вот Фух Нет Надо Сохраниться Еще один Свод Как это Делать Скалодин Что-то Мне Стало Страшно Хотя У меня Гоза Никогда Не висла Но Что-то Мне Страшно Стало Да Вот На этих Спрайтах Даже Не очень Понятно Что Тут Изображено Наверное Просто Склад Для Туш Животных Крупных Рогатых Да Да Вот Кстати Говоря Как пример Проникновения Чего-то Нехорошего В Не то Чтобы Хорошее А Туда Куда Не проникать Не следовало Хороший Пример Это Фильм Как же Назывался Карлсон Который Живет На крыше Я имею Ввиду Именно Фильм А не Старый Добрый Мультик Тот Новый Фильм В котором Снялся Галустян Это Просто Вообще Страх Боже Если Вы Не верите Мне Посмотрите Обзор На Ютубе Смешной И Достаточно Павдивый Действительно Хоть В фильме И не Показываются Обнаженные Тела Или Что-то Типа Того Но Я считаю Что неправильно В детском Фильме Вставлять Темы Допустим Порнографии Как таковые Или Порно Бизнес Ну не Порно Точнее Там Я не знаю Как это Называется Печать Журнала Известного Содержания Что-то Надо поставить Активировать Ладно Вообще Я ушел От тем Что-то Я все Не о том Коридорчик В принципе Хорошо Смотрится И он Реалистично Смотрится Особенно Мне нравится То Что Вот эти Дверки Такие И там Можно увидеть То Что было Когда-то Трупиками Ну и Конечно Хорошо То Что Всякие Интерактивные Объекты Здесь Есть Все Здесь Фантазии Сделано Коптится Вот Несо Режется Вот Нельзя Просто Так Пройти И не Задеть Когда У тебя Татья Тормоза Так Ладно Скушаем Пару Эликсиров И подумаем Куда Нам Ити Вообще Тут Все Заперто И Что Ж Дальше Вот Почему Я вас Не Увидел Когда У меня Здоровье Было Чуть Меньше Ай Ну что Это Даже В плюс Можно Будет Ага Вот Вопрос Что я Открыл Ага Все Ясно Здесь Я еще Пока Не был Типа Поэтому Идем Сюда Ты Еще Не Сдох Эти Тормоза Бесят Вот Не Совсем Понятно Для Чего Опа Точно Нож Открывается Это Уже Другой Зал Нет Это Другой Зал Точнее Дворик Все Непонятно Зачем Нужен Балкончик Вот Здесь Чего Стоило Бы Сделать Хотя Б Какую Немь Фреску Так Во Первый Всадник Или Второй Не знаю Зал Тного В Том Том